У нас в гостях проректор по научно-учебной работе Луганского государственного университета имени Владимира Даля, доктор технических наук, профессор Вадим Владимирович Мирошников. В гостях «Утро Донбасса». Здравствуйте! 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 В сентябре состоялось торжественное открытие научно-образовательного консультативного центра на базе Далевского университета. Какие задачи призван решать центр? Центр, в первую очередь, это новое звено университета имени Даля по интеграции нашего университета в образовательное пространство Российской Федерации. Не секрет, что за 8 лет независимости нашей республики, ее изолированности, как бы мы ни хотели этого, но мы все-таки чуть-чуть отстаем от Российской Федерации. Прежде всего, это в техническом обеспечении. И открытие представительства признано сократить это отставание. Есть два пути решения этого вопроса, и эти пути будут развиваться через данное представительство. Первое – это поставка нового современного оборудования через данное представительство в наш университет, за что Новочеркасскому политехническому университету огромное спасибо. И с открытием представительства им это делать станет намного проще. И второе направление – это привлечение наших студентов к обучению, прохождению практики, выполнению выпускных квалификационных работ на базе Новочеркасского политехнического университета. Именно благодаря этому мы сможем подтянуть как материально-техническую, так и методическое обеспечение учебного процесса. И дать студентам уже сейчас, не ожидая, когда пройдет полная замена, пройдет переоснащение нашего университета. Это все-таки время, сроки и деньги большие. Но уже сейчас они будут получать знания на уровне лучших технических вузов Российской Федерации. Это очень хорошо. Помощь идет, да? Да. Центр создан совместно с коллегами из России. Как создавалась и как вообще появилась идея его создания? Кто был инициатором? Значит, у истоков этого центра стояли два ректора. Ректор Новочеркасского политехнического университета и ректор Луганского государственного университета Разоренов и Рябичев. Их встреча предопределила создание такого центра. Не секрет, что руководители такого масштаба всегда достаточно заняты. А продвижение той или иной идеи в основном идет путем глобальных таких идей. Это личностные контакты. Времени на них очень мало. Поэтому было принято решение, чтобы активнее продвигать и контролировать процессы, открыть именно представительство это. И вот с мая месяца шла работа по открытию этого представительства. Потребовались кое-какие изменения в структуру Новочеркасского политехнического университета. Согласование это с Министерством науки высшего образования Российской Федерации. Наше решение ученого совета потребовалось об открытии. Именно эти решения и позволили открыть это представительство. Я еще хочу сказать, что работа с мая месяца, помещение было страшное, ремонт. Все это было при содействии Новочеркасской оборудования и так далее. То есть это процесс такой небыстрый, как оказался. Но, вы заметили, это все прошло три месяца. И представительство открылось. Это довольно быстро, можно считать, в наше время. Идеи и создания были приняты всеми очень тепло и большими надеждами. Да, надежды очень большие. Уже первые поставки пошли, учебные литературы, первое оборудование пошло. Первые 60 студентов, уже зачисленные в Новочеркасский политех, на обучение по программе двойных дипломов и сетевой форме обучения. Хочу сразу оговорить, чтобы многие не пугались, что у нас хотят отобрать студентов. Нет, еще раз нет. Наши студенты базовым вузом является Луганский государственный университет имени Владимира Даля. Вуз-партнер, как он называется, это Южно-Российский государственный технический университет имени Платова, где студенты параллельно с нашим проходят ряд предметов, выполняют курсовые работы и будут проходить практику. Таких мест практики, как в Новочеркасске, мы просто здесь у себя в Луганске не найдем. А там на это большое поле? Там, да, там большое поле. Один только теплоустроительный завод, НЕВС, он имеет огромное количество мест практики. Мало того, наши преподаватели уже выезжали туда, повышали там квалификацию, просто остались в восторге от того оборудования, на котором сейчас работают преподаватели. Преподаватели Новочеркасск. Это главное. Да, это главное. И главное, что наши преподаватели имеют возможность уже использовать это оборудование как в учебном процессе, так и для своих исследований. Студенты стремятся к этому? Студенты, как любой студент, он до определенной степени инертен. Когда он увидит, как говорится, потрогает и увидит это преимущество, тогда, да, пойдут. Но самое главное, что поступление было добровольных, и первые 51 человек поступили, и сейчас уже у меня более 10 заявлений. Их товарищи, которые, пообщавшись, понимая, что это ему дает, уже изъявили, да, готовы идти по их следам. То есть процесс идет, мы его не форсируем. Здесь ни в коем случае нельзя, это не обязаловка, ничего. Это должно быть понимание и сознательный выбор. Вузы республики уже наладили благотворное сотрудничество с множеством образовательных учреждений России. Какие совместные проекты удалось осуществить? Университет Даля развивает несколько таких образовательных проектов. Первый проект, пожалуй, был и сейчас реализуется. Это с Астраханским государственным университетом имени Татищева. Ректор этого университета один из первых еще в феврале приехал в наш УЗ, предложил свою помощь по переподготовке преподавателей, обучению студентов в методическом обеспечении. И с тех пор был первый договор о сотрудничестве подписан в этом плане, и уже первые преподаватели по истории русскому языку прошли повышение квалификации летом. И получили свидетельство о повышении квалификации. Нас очень интересует история, как у них называется предмет, современная история России. То, что наши преподаватели, конечно, не владеют в полной мере, там они получили. Преподаватели даже прошли не только наши университетские, но и учителя школы. Это преподавание русского языка. Они получили методическую литературу по преподаванию русского языка. Это все Астраханский университет. Астрахань, как мы знаем, граничит с большим числом стран Персии. И у них очень хорошая школа переводчиков, одна из лучших, наверное, в этой области. И вот наши преподаватели, кафедры перевода-переводоведения уже договорились о повышении там квалификации. На освобожденных районах республики предстоит очень большая работа. Какую помощь сейчас жителям данных территорий университет предлагает? Если вы помните историю нашего города, в Северодонецке у нас был филиал нашего университета. К сожалению, сейчас состояние Северодонецка мы с вами знаем. Город практически только начинает оживать. Туда точечно заведена электроэнергия, организована подача воды. Сейчас осуществляется подача газа. В таком же состоянии и здание бывшего нашего филиала. Но университет уже сделал первые шаги. То есть все оставшиеся здания взяты на баланс с университетом. На процессе восстановления. Да. Мало того, также вошел в состав колледж. Технологический колледж Северодонецкий вошел в состав университета. Здания пострадали, как большинство зданий Северодонецка. Сейчас ведется работа по их восстановлению. Речь не идет о консервации или что-то. Набран штат сотрудников, которые работают непосредственно в Северодонецке. Студенты, которые обучались в Северодонецке, сейчас имеют возможность обучаться как у нас в Луганске, так и обучаться по дистанционной форме обучения. Спасибо, что были этим утром с нами. Напоминаем, мы беседовали с Вадимом Владимировичем Мирошниковым. Хорошего вам дня. Спасибо. Вам того же.